Всем привет дорогие друзья! К вашему вниманию очень интересный аппарат, который мне прислали наши друзья с Поднебесной Фирма Теслонг Итак, что это за аппарат? Друзья мои, это эндоскоп Эндоскоп или инспекционная камера, как кто хочет, так и называет Итак, макулатуру мы сильно рассматривать не будем, здесь на двух языках, английский и в принципе китайский, больше ничего нет Теперь давайте посмотрим, что это все-таки за аппарат и для чего он нам нужен Прежде всего, чем мне понравился этот аппарат, то что у него есть собственный экран Да, у меня есть, конечно, эндоскоп, то есть инспекционная камера для проверки всевозможных задиров в цилиндрах Или каких-нибудь масляных пленок, или каких-то предметов, которые могли бы попасть случайно непосредственно в двигатель, ну и всякое такое Тот старый аппарат не имел собственного питания, здесь есть собственное питание, есть свой аккумулятор Второе достоинство, это наличие, друзья мои, трех камер по 2 мегапиксела в режиме фото и по 1 мегапикселу в режиме видео Три камеры здесь установлены, одна у нас идет торцевая и две по бокам И каждая еще, помимо этого, имеет собственную подсветку Ну и, конечно же, экран Чем это удобно? Я, когда использовал свой эндоскоп прошлый, который соединялся с телефоном по Wi-Fi Это была вечная проблема, по той причине, что то не соединяется, то еще что-то Ну и, конечно же, ограниченные возможности из-за того, что там все-таки была одна камера А здесь их аж три Давайте посмотрим, как он работает Этот аппарат включается очень быстро Нажал на кнопочку, подержал Как видите, надпись TESLONG И вот сразу у нас уже показалось изображение Изображение с подсветкой Подсветка у нас регулируется, то есть яркость подсветки можно регулировать Нажатием на кнопку Вот, это без подсветки Самая яркая подсветка Слабее, еще слабее И выключение подсветки Ну, сейчас здесь ярко И так, в общем-то, потому что окно открыто Вы видите, как он показывает Все четко А теперь давайте попробуем, включим инспекционную камеру боковую Камеры у нас переключаются вот этой кнопочкой, вот здесь расположенной Смотрите, сейчас у нас торцевая камера Сейчас нижняя камера у нас Вот я пальцем вожу внизу Сейчас верхняя камера включилась Слоник наш снизу Можно поворачивать Вот сейчас я на глаз его поверну, чтобы вы увидели Вот он, глаз нашего слоника Опять же, сейчас подсветку включаю Вот она подсветочка Слабее, еще слабее И полностью выключенная подсветка Переключаем сейчас на другую камеру Так, это торцевая камера Это боковая, боковая нижняя Сейчас мы видим Вот мой палец И, соответственно, коробку Включаем подсветку Слабее Еще слабее И подсветка выключенная Теперь, друзья, давайте посмотрим, насколько видно Я специально поставил коробку С надписями здесь всевозможными Переключаем подсветки Варианты Это слабая И выключенная Сейчас вообще без подсветки Дневное освещение Сейчас самая яркая подсветка Как видите, четко Это боковая камера Одна боковая камера Переключим сейчас на торцевую камеру Поворачиваю Вот так Как видите, все четко видно Подсветку уменьшаем Еще раз уменьшаем И выключаем Дневное освещение Как видите, все отлично видно Это самая яркая подсветка Все прекрасно видно Ну и давайте проверим Вторую боковую камеру Вторая боковая камера Также все видно Все так же Все три камеры Одного разрешения Два меопиксела для съемки Фото И соответственно Один меопиксел для съемки видео Сейчас мы проведем эксперимент Итак, друзья У нас экран не сенсорный Управляется все полностью этими кнопками Видите, включен режим фото Можно переключить в режим видео Вначале сделаем фотографию Фотография у нас получилась Теперь запишем видео Переключение режимов Буква М Обратите внимание Сейчас режим видео Включаем Запись пошла Рэк Тут и звук пишет Но Не знаю, насколько Звук будет качественный Но, по крайней мере, голос Будет, я так думаю И Сейчас Значит, мы останавливаем Видео Ну и, соответственно Теперь можно сделать просмотр Просмотр того, что у нас есть Давайте посмотрим Сам звук, конечно, очень тихий С этого аппарата Но Не для этого он По крайней мере, для проверки Пойдет Теперь, друзья Мы войдем в настройки Настройки Это у нас вот эта кнопочка Значит, можно защитить Удалить Слайд-шоу Так, теперь дальше Что мы делаем Автоматическое отключение Язык Выбор языка Здесь много языков В том числе и русский Видите Я уже перевел на русский Дата и время Формат Форматировать карту памяти Карта памяти, кстати, здесь вставляется Внешнее Значение по умолчанию Версия Ну, в общем-то, самые основные Такие Меню Скромное Но все Есть все, что необходимое Выходим с этого режима И еще есть Очень полезная штука Это Фонарик Фонарик, который Когда мы нажимаем Вот здесь кнопочку У нас на обратной стороне Вот такой вот Яркий фонарик Загорается Иногда может даже Очень пригодиться Зарядного устройства В комплекте нет Просто есть USB Тайфси кабель И подставочка Подставочка, конечно Она такая Сомнительная Используется для того Чтобы сзади Вот здесь вот Ее прикрутить Якобы опирать Этот прибор На стол Вот таким вот образом Но, друзья мои Так как прибор Очень легкий Сам по себе Он не держится И если мы будем Вот этой штукой Шевелить То Ну просто на подставке Он никак не удержится По этой причине От этой подставки Толку Скажем так Практически ноль Отключим свет Все Свет у нас Выключился Но, друзья мои Еще полезные фишки В этом комплекте Идут вот такие Две вещи Это магнит И крючок Когда что-то у вас Затерялось Где-то куда-то Провалилось Упало И нужно достать Крючком иногда Можно зацепить А иногда Нужен магнит Здесь используется Неодимовый магнит Да, он не супер силы Конечно Но, тем не менее Полезный Что мне еще понравилось То, что Вот эта штука Она Не Одевается Как на других камерах А накручивается Это очень важно То есть мы Вначале Выкручиваем Вот эту вот Втулочку Или гаечку Как ее можно назвать И вместо нее Накручиваем Допустим Наш магнитик Все Теперь мы можем Опускать Туда куда нам нужно Найдем Какой-то предмет И на магнит Его зацепить И таким образом Изъять С того места Где он находится Как видите Изображение Мы видим Теперь Самого магнита Ну И вокруг Все что происходит Вот допустим Рядом с магнитом Крючок Смотрите Что мы видим Мы видим Одновременно И магнит И крючок Допустим Вот лежит Какой-то предмет Ну К примеру Возьмем Так Скрепку Надо взять Вот Мы взяли Скрепочку И подняли Этот магнит Справится с тем Чтобы если вдруг Надо будет вытянуть Действительно Какой-то Магнитический предмет Если попал Допустим Там в двигатель Или еще куда-нибудь Теперь друзья Мы еще один Там где камеры У нас находятся Куда оно Сможет у нас влезть Потому что Это все-таки Играет тоже Немаловажную роль Для этого Мы используем Вот такой штанин Циркуль Электронный Итак 8,5 Миллиметров У нас Головка Друзья мои Конечно же Это не 6 Миллиметров Где более удобно Но Для многих Скажем так Каких-то удобных И не очень Процедур Этот эндоскоп Подойдет Очень-очень Даже хорошо Тем более Он поставляется Вместе с кейсом Кейс ударопрочный С металлическими замками Вот Друзья мои У нас Резиновая Заглушечка Вот сюда Вставляется Карта памяти Она там есть Она уже вставленная А сюда Вставляется Шнур Для зарядки Этого эндоскопа Надеюсь Друзья мои Этот видеоролик Для вас Оказался Познавательным И полезным Если это так Обязательно Ставим палец вверх Подписываемся На канал Не забываем Нажимать на колокольчик Чтобы не пропустить Следующее видео Будьте здоровы Всем пока